Георгий Константинович Жуков Наверное, нет такого человека на постсоветском пространстве, который бы не слышал о такой личности. Ни для кого не секрет, что Жуков – это один из величайших пауководцев не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Жуков находился на самых тяжелых участках фронта – от планирования обороны в битве за Москву до попыток освободить блокадный Ленинград и, конечно же, принимал непосредственное участие в Берлинской операции. За свои заслуги Жукова называют «маршалом победы». Но заслужен ли Георгий Жуков получил свое звание маршала и высокое место в истории Второй мировой? Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня мы разберемся, кем был Жуков в детстве и юности, почему будущий маршал не хотел служить в армии и идти на Первую мировую. Правда ли, что Жуков сказал «Солдат не жалеть, бабы еще нарожают»? Садитесь поудобнее, мы начинаем рубрику «Творцы истории». Моя книга «Вырваться с войны» Теперь доступна на Литрес. Читайте увлекательную историю о людях на современной войне, не отвлекаясь от повседневных дел. Бесплатный фрагмент уже доступен. Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе. Георгий Жуков родился 1 декабря 1896 года в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии. Его отец, Константин Артемьевич Жуков, имевший греческое происхождение, работал сапожником. А мать, Устинья Артемьевна Пилихина, происходила из русских крестьян, трудилась на полевых работах и подрабатывала извозом. Георгий был вторым ребенком в семье. Сестра Мария появилась на свет двумя годами ранее. Когда ему исполнилось 5 лет, родился его младший брат Алексей. Но прожил он меньше года. Все трое детей были крещены в православии. Далее я буду использовать мемуары маршала Жукова, которые он оставил в книге «Воспоминания и размышления». Вы мне скажете, автор. Писать о человеке по его мемуарам – это непрофессионально. С таким же успехом можно писать о битвах Великой Отечественной, основываясь на мемуарах немецких генералов, которые одни разносили целые дивизии, и если бы не проклятый Гитлер, что душил снабжение, не давал людей или еще что-то, то Третий Рейх обязательно бы победил. В таком случае, уважаемые зрители, у нас есть два варианта. Либо мы будем сухо перечитывать Википедию, либо пойдем к правдорубам либеральной России, где Жуков закидывал врага мясом и давал одну винтовку на 100 человек, и то без патронов. Сами понимаете, ни тот, ни другой вариант нам особо не подходит. Это не значит, что мы будем рассказывать о Жукове только так, как он себя видел или помнил. Позже, к 1930 годам и далее, мы обратимся и к воспоминаниям Буденного, и Рокоссовского, и других очевидцев. В этом же выпуске мы разберем детство, юность, Первую мировую и немножко затронем гражданскую войну, чтобы понять, кем был Георгий Константинович и как он стал тем, кем мы знаем его сейчас. Когда я буду цитировать воспоминания Георгия Константиновича, на экране будет появляться звездочка, для того, чтобы не вываливать тонну текста на черный экран, и чтобы вы, уважаемые телезрители, не заскучали. Начинаем! Том в деревне Стрелковке, Калужской губернии, где я родился 19 ноября по старому стилю 1896 года, стоял посередине деревни. Был он очень старый, и одним углом крепко осел в землю. От времени стены и крыша обросли мхом и травой. Была в доме всего одна комната, в два окна. Отец и мать не знали, кем и когда был построен наш дом. Из рассказов старожилов было известно, что в нем когда-то жила бездетная вдова Аннушка Жукова. Чтобы скрасить свое одиночество, она взяла из приюта двухлетнего мальчика, моего отца. Кто были его настоящие родители, никто сказать не мог. Да и отец потом не старался узнать свою родословную. Известно только, что мальчика в возрасте трех месяцев оставила на пороге сиротского дома какая-то женщина, приложив записку «Сына моего, зовите Константином». Что заставило бедную женщину бросить ребенка на крыльцо приюта, сказать невозможно. Вряд ли она пошла на это из-за отсутствия материнских чувств. Скорее всего, по причине своего безвыходно тяжелого положения. После смерти приемной матери, едва достигнув восьмилетнего возраста, отец пошел в учение к сапожнику в большое село Угодский завод. Он рассказывал потом, что учение сводилось в основном к домашней работе. Приходилось и хозяйских детей нянчить, и скот пасти. Проучившись таким образом года три, отец отправился искать другое место. Пешком добрался до Москвы, где в конце концов устроился в сапожную мастерскую Вейса. У Вейса был и собственный магазин модельной обуви. Я не знаю подробностей, но по рассказам отца, он в числе многих других рабочих после событий 1905 года был уволен и выслан из Москвы за участие в демонстрациях. С того времени и по день своей смерти в 1921 году, отец безвыездно жил в деревне, занимаясь сапожным делом и крестьянскими работами. Мать моя, Устинья Артемьевна, родилась и выросла в соседней деревне Черная Грязь, в крайне бедной семье. Когда отец и мать поженились, матери было 35, а отцу – 50. У обоих это был второй брак. После первого брака оба рана овдовели. Мать была физически очень сильным человеком. Она легко поднимала с земли пятипудовые мешки с зерном и переносила их на значительное расстояние. Говорили, что она унаследовала физическую силу от своего отца, моего деда Артема, который подлезал под лошадь и поднимал ее или брал за хвост и одним рывком сажал на круп. Тяжелая нужда и ничтожный заработок отца на сапожной работе заставляли мать подрабатывать на перевозке грузов. Весной, летом и ранней осенью она трудилась на полевых работах, а поздней осенью отправлялась в уездный город Малый Ярославец за бокалейными товарами и возила их торговцам в угодский завод. За поездку она зарабатывала рубль-рубль 20 копеек. Но какой это был заработок? Если вычесть расходы на корм лошадям, ночлег в городе, питание, ремонт обуви и тому подобное, то оставалось очень мало. Я думаю, нищие за это время собирали больше. Однако, делать было нечего. Такова была тогда доля бедняцкая, и мать трудилась безропотно. Многие женщины наших деревень поступали так же, чтобы не умереть с голоду. В непролазную грязь и стужу возили они грузы из Малого Ярославца, Серпухова и других мест, оставляя малолетних детей под присмотром бабушек и дедушек, еле передвигавших ноги. Большинство крестьян наших деревень жили в бедности. Земли у них было мало, да и та неурожайная. Полевыми работами занимались главным образом женщины, старики и дети. Мужчины работали в Москве, Петербурге и других городах на отхожем промысле. Получали они мало. Редкий мужик приезжал в деревню с хорошим заработком в кармане. Конечно, были в деревнях и богатые крестьяне – кулаки. Тем жилось неплохо. У них были же большие светлые дома с уютной обстановкой, на дворах много скота и птицы, а в амбарах – большие запасы муки и зерна. Их дети хорошо одевались, сытно ели и учились в лучших школах. На этих людей в основном трудились бедняки наших деревень, часто за нищенскую плату. Кто за хлеб, кто за корм, кто за семена. Мы – дети бедняков. Видели, как трудно приходится нашим матерям и горько переживали их слезы. И какая бывала радость, когда из Малой Ярославца привозили нам по баранке или прянику. Если же удавалось копить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начинкой, тогда нашим восторгом не было границ. Когда мне исполнилось пять лет, а сестре Маше шел седьмой год, мать родила еще мальчика, которого назвали Алексеем. Был он очень худенький, и все боялись, что он не выживет. Мать плакала и говорила, «А от чего же ребенок будет крепкий? С воды и хлеба, что ли?» Через несколько месяцев после родов она вновь решила ехать в город на заработки. Соседи отговаривали ее, советовали поберечь мальчика, который был еще очень слаб и нуждался в материнском молоке. Но угроза голода всей семье заставила мать уехать, и Алеша остался на наше попечение. Прожил он недолго, меньше года. Осенью похоронили его на кладбище в Угодском заводе. Мы с сестрой, не говоря уже об отце с матерью, очень горевали об Алеше, и часто ходили к нему на могилку. В возрасте семи лет молодой Жуков начал работать вместе с родителями и сестрой. Георгий Константинович вспоминает это так. Однажды летом отец сказал, «Ну, Егор, ты уже большой, скоро семь. Пора тебе браться за дело. Я в твои годы работал не меньше взрослого. Возьми грабли. Завтра поедем на сенокоз. Будешь с Машей растресать сено, сушить его и сгребать в копны». Мне нравился сенокоз, на который меня часто брали с собой старшие, но теперь я ехал туда с сознанием, что отправляюсь не забавляться, как это бывало раньше. Я гордился, что теперь сам участвую в труде и становлюсь полезным семье. На других подводах видел своих товарищей-одногодков, также с граблями в руках. Работал я с большим старанием, и мне было приятно слышать похвалу старших, но, кажется, перестарался. На ладонях быстро появились мозоли. Мне было стыдно в этом признаться, и я терпел до последней возможности. Наконец, мозоли прорвались, и я уже не мог больше грести. «Ничего, пройдет», – сказал отец. Лоскутом он перевязал мне ладони. Несколько дней я не мог работать граблями, и только помогал сестре носить и складывать сено в копны. Ребята надо мной посмеивались, но через несколько дней я вновь вошел в строй и работал не хуже их. Когда подошла пора уборки хлебов, мать сказала, «Пора, сынок, учиться сжать. Я тебе купила в городе новенький серп. Завтра утром пойдешь сжать рожь». Жатва пошла неплохо, но скоро меня опять постигла неудача. Желаю блеснуть своими успехами, я поторопился и резанул серпом по мизинцу левой руки. Мать сильно перепугалась. Я тоже. Соседка, тетя Просковья, которая оказалась рядом, приложила к пальцу лист подорожника и крепко перевязала его тряпицей. Сколько лет с тех пор прошло, а рубец на левом мизинце сохранился и напоминает мне о первых неудачах на сельскохозяйственном фронте. Трудовое лето закончилось. Началась учебная пора. Жуков стал посещать церковно-приходскую школу. Об учителях Георгий Константинович отзывался лестно. Говорил, что педагог Сергей Николаевич Ремизов и его отец, преподаватель богословия, вызывали у учеников уважение и послушание, поскольку детей зря не наказывали и голос не повышали. Интересно, что Сергей Ремизов и его брат, врач по образованию, были безбожниками и церковь посещали только ради приличия. Жуков преуспевал по учебе, чем не могла похвастаться сестра. Она осталась во втором классе на второй год. Когда родители Жуковых решили, что сестре надо браться за хозяйство, раз она не смогла перейти в следующий класс, Георгий Константинович встал на сторону сестры и вместе с ней умолял оставить ее учиться, так как Мария Жукова ухаживала за Алешей, когда мать уезжала в извоз, и поэтому не смогла осилить программу. Мама Жуковых смирилась и оставила старшей учиться. Хоть дети и были рады, но сам Жуков писал, что мать была жаль, так как они с сестрой своим детским умом понимали, что ей очень трудно. Проблемы были и у отца, что был в Москве на заработках. Деньги стали приходить реже и меньше. Если раньше глава семейства высылал по 2-3 рубля в месяц, то теперь отец высылал когда рубль, а когда и меньше. Соседи говорили, что такая проблема была не только у отца Жуковых, а у всех рабочих Москвы. Юный Жуков любил охоту. Вместе с братом своей крестной матери Прохором они ходили летом на уток, а зимой на зайца. Несмотря на хромоту Прохора, из-за чего его звали Хромым Прошкой, они часто ходили за добычей. Прохор стрелял метко, и поэтому, например, при охоте на утку, Жуков обычно доставал птицу из воды. В 1904-м отец Константин Артемьевич вернулся ненадолго в деревню. Положение было крайне печальное. Из города ничего привезти не удалось, так как Константин Артемьевич до этого лежал 20 дней в больнице после операции аппендицита. Через некоторое время, когда надо было возвращаться, перед отъездом глава семейства рассказал матери о том, что в Москве и Питере участились забастовки рабочих, доведенных безработицей и жестокой эксплуатацией до отчаяния. Вот что о событиях 1905-го пишет Жуков. После отъезда отца мы долго ничего не слышали о нем и сильно беспокоились. Скоро мы узнали, что в Питере 9 января 1905-го года царские войска и полиция расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которая шла к царю с петицией просить лучших условий жизни. Весной того же 1905-го года в деревнях все чаще и чаще стали появляться неизвестные люди, агитаторы, призывавшие народ на борьбу с помещиками и царским самодержавием. У нас в деревне дело не дошло до активного выступления крестьян, но брожение среди них было большое. Крестьяне знали и о политических стачках, брикадных боях и декабрьском вооруженном восстании в Москве. Знали, что восстание рабочих Москвы и других городов России было жестоко подавлено царским правительством, и многие революционеры, вставшие во главе рабочего класса, зверски уничтожены, заточены в крепости или сосланы на каторгу. Слышали и о Ленине, выразители интересов рабочих и крестьян, вожде партии большевиков, партии, которая хочет добиться освобождения трудового народа от царя, помещиков и капиталистов. Все эти сведения привозили в деревню наши односельчане, работавшие в Москве, Питере и других городах России. В 1906 году возвратился в деревню отец. Он сказал, что в Москву больше не поедет, так как полиция запретила ему жительство в городе, разрешив проживание только в родной деревне. Я был доволен тем, что отец вернулся насовсем. В том же году Георгий Константинович оканчивает трехклассную церковно-приходскую школу. За отличную учебу Жукову вручают похвальный лист. Когда же юноше исполняется 12 лет, приходит время выбиваться в люди, а именно обучаться ремеслу. Этот момент Жуков вспоминал так. Отец спросил, какое ремесло думаю изучить. Я ответил, что хочу в типографию. Отец сказал, что у нас нет знакомых, которые бы могли помочь определить меня в типографию. И мать решила, что она будет просить своего брата Михаила взять меня в скорняжную мастерскую. Мастерская по выделке мехов и шкур по выработке меховых изделий. Отец согласился, поскольку скорняки хорошо зарабатывали. Я же был готов на любую работу, лишь бы быть полезным семье. В июле 1908 года в соседнюю деревню Черная Грязь приехал брат моей матери Михаил Артемьевич Пилихин. О нем стоит сказать несколько слов. Михаил Пилихин, как и моя мать, рос в бедности. 11 лет его отдали в враченье в скорняжную мастерскую. Через 4,5 года он стал мастером. Михаил был очень бережлив и сумел за несколько лет скопить деньги и открыть свое небольшое дело. Он стал хорошим мастером-меховщиком и приобрел много богатых заказчиков, которых обдирал немилосердно. Пилихин постепенно расширял мастерскую, довел число рабочих скворняков до 8 человек и, кроме того, постоянно держал еще 4 мальчиков-учеников, как тех, так и других, эксплуатировал беспощадно. Так он сколотил капитал примерно в 50 тысяч рублей. Вот этого своего брата мать и упросила взять меня в учение. Она сходила к нему в деревню Черная Грязь, где он проводил лето, и, вернувшись, сказала, что брат велел привезти меня к нему, познакомиться. Отец спросил, какие условия предложил Пилихин. Известно, какие. 4,5 года мальчиком, а потом будет мастером. Ну что ж, делать нечего. Надо везти Егорку к Михаилу. Через два дня мы с отцом пошли в деревню Черная Грязь. Подходя к дому Пилихиных, отец сказал, смотри, вон сидит на крыльце твой будущий хозяин. Когда подойдешь, поклонись и скажи, здравствуйте, Михаил Артемьевич. Нет, я скажу, здравствуйте, дядя Миша, возразил я. Ты забудь, что он тебе доводится дядей. Он твой будущий хозяин, а богатые хозяева не любят бедных родственников. Это ты заруби себе на носу. В итоге Георгия Константиновича взяли мальчиком-учеником в скорняжное дело. Жуков описывает два казуса, которые с ним произошли при знакомстве с Москвой и в мастерской. В первый раз Георгий Константинович получил кабулком по носу, когда мужчина садился в конку, трамвай с конем впереди. Второй же казус произошел в мастерской, когда начался обед. Вначале из общего большого блюда едят только щи без мяса, а под конец, когда старшая мастерица постучит по блюду, можно взять кусочек мяса. Жуков же сразу выловил пару кусочков мяса, проглотил их и начал вылавливать третий, но тут же получил ложкой по лбу, да так, что сразу образовалась шишка. На следующее утро Жуков начал осваивать ремесло. Вначале старшая мастерица показала ему технику шитья и сказала, что прежде всего надо научиться шить мех. Рабочий день длился с 7 утра до 7 вечера с перерывом на обед в один час. Иногда, когда были большие заказы, мастера задерживались до 10-11 вечера. В итоге мастера работали от 11 до 15 часов в день. Мальчики же вставали в 6 и готовили рабочие места для мастеров и в конце рабочего дня убирали все по местам, ложась только в 11 вечера. Жуков тосковал по деревне и родным, так как домой отпускали только на четвертый год учебы. Но после первого года Георгий Константинович успешно освоил начальный курс корняжного дела, хотя оно далось ему не без труда. За малейшую оплошность хозяин бил. Как пишет сам Жуков, рука у хозяина была тяжелая. Били мастера, мастерицы, не отставала и хозяйка. Когда у хозяина было плохое настроение, то он мог отлупить и без повода. Случалось так, что хозяин заставлял двух провинившихся мальчиков бить друг друга жимолостью. Кустарник, прутьями которого вбивали меха, приговаривая при этом, лупи крепче, крепче, приходилось безропотно терпеть. Мы знали, что везде хозяева бьют учеников. Таков был закон, таков порядок. Хозяин считал, что ученики отданы в полное его распоряжение, и никто никогда с него не спросит за побои, за нечеловеческое отношение к малолетним. Да никто и не интересовался, как мы работаем, как питаемся, в каких условиях живем. Самым высшим для нас судьей был хозяин. Так мы и тянули тяжелое ермо, которое и не каждому взрослому было под силу. Вскоре Жуков познакомился с Александром, старшим сыном хозяина. Они были одногодки, и он относился к Георгию Константиновичу лучше других. С его помощью Георгий Константинович прочел большое количество приключенческой литературы, но Жуков задался целью учиться. Он спросил совета у Александра. Старший сын одобрил намерение мальчика-ученика и обещал помочь. Вскоре они оба взялись за дальнейшее изучение русского языка, математики, географии и чтение научно-популярных книг по воскресеньям. Двойца пряталась от хозяина, но тот все же узнал о занятиях. Жуков думал, что это конец его карьеры ученика, но хозяин наоборот похвалил за разумное дело. В течение года Александр занимался с Жуковым, и Георгий Константинович смог поступить на вечерние общеобразовательные курсы, которые давали образование в объеме городского училища. В мастерской Жуковым были довольны. Даже хозяин, несмотря на то, что продолжил иногда давать пинка или затрещину. Изначально Жуковы не хотели отпускать на вечерние курсы, но сыновья уговорили отца, и хозяин согласился. Георгий Константинович сделал уроки по ночам около единственного освещения, дежурной свечки. За месяц до выпускных экзаменов случилось страшное. Как-то раз, играя в 21, карточная игра, где надо набрать карт на сумму 21 или около, Жуков и его товарищи не заметили пришедшего хозяина. И тот, разъярённый такой наглостью, запретил посещать курсы. Через несколько дней после этого Жуков пошёл на курсы, чтобы разгазать о случившемся. Над ним посмеялись и разрешили сдавать экзамены сейчас. Экзамен за полный курс городского училища Жуков выдержал успешно. К 1911 году Георгий Константинович уже три года работал в мастерской и перешёл в разряд старших мальчиков. У него даже были три мальчика-ученика в подчинении, но возможности учиться дальше не было, что, впрочем, не мешало Жукову находить время на чтение. Бывало, что вместо того, чтобы отвезти механоконки, Георгий Константинович взваливал мешок на спину и относил заказ пешком, чтобы потом купить книжку на закономленные деньги. В итоге Жуков закончил обучение и стал мастером скорняком. Георгий Константинович отмечал, что много мастеров скорняков мечтали о своём собственном деле, в отличие от рабочих на фабриках, где для начала бизнеса нужны были огромные капиталы вложения. Самим же рабочим денег едва ли хватало даже на еду. Жуков описывает это так. Мастера мало читали газеты и кроме Колесова никто в нашей мастерской не разбирался в политических делах. Думаю, что так же обстояло дело и в других скорняжных мастерских. Никакого просоюза скорняков тогда не было и каждый был предоставлен самому себе. Только позднее организовался союз кожевников, куда вошли и скорняки. Поэтому неудивительно, что скорняки отличались тогда своей аполитичностью. Исключение составляли одиночки. Мастер скорняк жил своими интересами. У каждого был свой мирок. Некоторые всякими правдами и неправдами сколачивали небольшой капиталец и стремились открыть собственное дело. Скорняки, портные и другие рабочие мелких кустарных мастерских заметно отличались от заводских фабричных рабочих, от настоящих пролетариев своей мелкобуржевазной идеологией и отсутствием крепкой пролетарской солидарности. Заводские рабочие не могли и мечтать о своем деле. Для этого нужны были большие капиталы, а они получали гроши, которых едва-едва хватало на пропитание. Условия труда, постоянные угрозы безработицы объединяли рабочих на борьбу с эксплуататорами. Политическая работа большевистской партии сосредоточилась тогда в среде промышленного пролетариата. Среди рабочих кустарных мастерских подвязались меньшевики, эсеры и прочие псевдореволюционеры. Не случайно в 1905 году и во время Великой Октябрьской революции в рядах восставшего пролетариата было мало кустарей. В 1910-14 годах заметно оживились революционные настроения. Все чаще и чаще стали вспыхивать стачки в Москве, Питере и других промышленных городах. Участились сходки и забастовки студентов. В деревне нужда дошла до предела в результате разразившегося в 1911 году голода. Как неплоха была политическая осведомленность мастеров-скорняков, все же мы знали о расстреле рабочих на ленинских приисках и повсеместном нарастании революционного брожения. Федору Ивановичу Колесову изредка удавалось доставать большевистские газеты «Звезда» и «Правда», которые просто и доходчиво между крестьянами и помещиками доказывали общность интересов рабочих и деревенской бедноты. В то время я слабо разбирался в политических вопросах, но мне было ясно, что эти газеты отражают интересы рабочих и крестьян, а газеты «Русское слово» и «Московские ведомости» интересы хозяев царской России и капиталистов. Когда я приезжал в деревню, я уже сам мог кое-что рассказать и объяснить своим товарищам и нашим мужикам. В 1914 году разразилась Первая мировая. Началась она с того, что жители стали громить австрийские и немецкие лавки, но позже дело дошло и до всего иностранного, поэтому также досталось английским и французским. Сын хозяина Александр, с которым Жуков начал самообучение в Москве, под действием пропаганды рвался на фронт. Георгий Константинович тоже хотел податься в солдаты, но решил посоветоваться со своим авторитетом Федором Ивановичем. Его слова тут же переубедили Жукова. «Мне понятно желание Александра. У него отец богатый, ему есть из-за чего воевать. А тебе, дураку, за что воевать? Уж не за то ли, что твоего отца выгнали из Москвы, не за то ли, что твоя мать с голоду пухнет. Вернешься к Олегой, никому не будешь нужен». В итоге Жуков отказался от затеи. Александр обругал товарища и ушел на фронт, а через два месяца вернулся тяжелораненным. В 1915-м в связи с большими потерями проводится досрочный призыв молодежи. На войну шли юноши, не достигшие 20-летнего возраста. Особого энтузиазма Жуков не испытывал, так как прекрасно видел и коллег, вернувшихся с войны, и сынков зажиточных господ, что так же, как и прежде, кутили по улицам Москвы. Георгия Константиновича призвали в кавалерию. Самый первый урок, который услышал Жуков, это дружеский совет от ефрейтора, когда один из строя спросил, куда ведут новобранцев. Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. Солдат должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ведут солдата, про то знает начальство. Георгия Константиновича зачислили в 189-й запасной пехотный батальон. Кстати, оказывается, дисбаты были и в царской армии. Вот отрывок. Отделенный командир от слова отделения ефрейтор Шахворостов объявил внутренний распорядок и наши обязанности. Он строго предупредил, что кроме как по нужде, никто из нас не может никуда отлучаться, если не хочет попасть в дисциплинарный батальон. Говорил он отрывисто и резко, сопровождая каждое слово взмахом кулака. В маленьких глазках его светилась такая злоба, как будто мы были его с заклятыми врагами. И понеслось. Строевая подготовка, затупки в строе, повторение с начала, поздний отбой, утренняя зарядка, уборка плаца, чистка казарм, ПХД, отдраивание в долине белых камней, чистка оружия. Невальный свободный смен на выход. Скажи остальным, чтоб в концухе и коптерке никто не сидел, иначе дежурные нас... Ооо, ПХД, дежурный пароль на выход. Товарищ майор, за время несения нарядов чрезвычайных ситуаций не было. Рост, согласно распорядку дня, находится на уроках... Эээ, извините, что-то вдруг вспомнилось. Эээ, так вот, пошли дни, похожие друг на друга. В сентябре Жукова и остальных отправили на Украину в пятый запасной кавалерийский полк. Георгий Константинович был зачислен в Драгунский эскадрон. Теперь служба стала еще сложнее. Помимо пехотной части, надо было учиться конной езде и бою с шашкой и пикой. Помимо этого, прибавилась и вечная проблема армии – озлобленные командиры. Унтер-офицер Дураков, вопреки своей фамилии, оказался порядочным человеком, требовательным как командир, но сдержанным и ценящим своих солдат. Такого нельзя было сказать о младшем унтер-офицере Бородавка – крикливый, нервный и крайне дерзкий на руку. Старослужащие говорили, что он не раз выбивал солдатам зубы. Хе, некоторые вещи никогда не меняются. Однажды Бородавка назначили взводным, пока Дураков был в отпуске. Заместитель командира гонял солдат днем, особенно московских, так как замком считал их громотеями и слишком умными, а ночью приходил с проверкой наряда и избивал заснувших гневальных. Доведенные до крайности жуков с молчанами подкараулили Бородавка и накинули ему попону на голову. Попона, шуба или покрывало для лошади. После чего начали его избивать до потери сознания. От полевого суда спас вернувшийся дураков, который добился перевода Бородавка в другой эскадрон. Хе, так вот с кого срисовали Химмельштосса из «На западном фронте без перемен». Ладно, ладно, заканчиваю самодеятельность и продолжаю рассказ. К весне 1916-го Жуков и остальные были хорошо подготовленными кавалеристами. Прибывало пополнение из новобранцев. Из числа старослужащих отобрали 30 наиболее подкодобленных солдат для учебы на унтер-офицера. Жуков не хотел туда идти, но дураков настоял. «На фронте ты еще друг будешь», – сказал он. «А сейчас изучи-ка лучше глубже военное дело. Оно тебе пригодится. Я убежден, что ты будешь хорошим унтер-офицером». Потом, подумав немного, добавил. «Я вот не тороплюсь снова идти на фронт. За год на передовой я хорошо узнал, что это такое, и многое понял. Жаль, очень жаль, что так глупо гибнет наш народ». И за что спрашивается? Больше он мне ничего не сказал. Но чувствовалось, что в душе этого человека возникло и уже выбилось наружу противоречие между долгом солдата и человека-гражданина, который не хотел мириться с произволом царского режима. Я поблагодарил его за совет и согласился пойти в учебную команду, которая располагалась в городе Изюме, Харьковской губернии. Прибыло нас туда из разных частей около 240 человек. В школе унтер-офицеров командир оказался хуже бородавка. Звали его четыре с половиной за то, что на правой руке указательный палец был наполовину короче. Однако, это не мешало ему кулаком сбивать солдата с ног. Жукова командир сразу не взлюбил, но и сбивать остерегался. Другое дело армейский дрочь. Донимание солдата за любую мелочь с целью пошатнуть его моральную стойкость и сломать внутренний стержень, дабы сделать солдата послушным и покладистым. Служившие люди наверняка поняли, о чем идет речь и отлично помнят, что это такое. Так вот, четыре с половиной донимал Жукова по любой мелочи и всячески наказывал за любую провинность. Никто не стоял в полной боевой выкладке, не перетаскал мешков с песком из конюшек до лагерных палаток и не нес дежур по праздникам чаще, чем Жуков. И тут каждый служивший согласился с одной фразой Георгия Константиновича. «Я понимал, что все это злоба крайне тупого и недоброго человека». Эх, ностальгия! Но Жуков был отличником по боевой подготовке. На занятиях он был лучше всех, и это бесило четыре с половиной. Убедившись, что меня ничем не проймешь, он решил изменить тактику. Может быть, попросту хотел отвлечь от боевой подготовки, где я шел впереди других. Как-то он позвал меня к себе в палатку и сказал, «Вот что я вижу. Ты парень с характером, грамотный, и тебе легко дается военное дело, но ты москвич, рабочий. Зачем тебе каждый день потеть на занятиях? Ты будешь моим нештатным переписчиком, будешь вести листы нарядов, отчетность по занятиям и выполнять другие поручения». «Я пошел в учебную команду не за тем, чтобы быть порученцем по всяким делам», – ответил я. «А для того, чтобы досконально изучить военное дело и стать унтер-офицером». Он разозлился и пригрозил мне, «Но смотри, я сделаю так, что ты никогда не будешь унтер-офицером». В июне у Жукова и кандидатов на унтер-офицерское звание должны были начаться экзамены. Лучшему из взвода должны были присвоить звание унтер-офицера, когда же остальным давали лишь вице-унтер-офицерское. Многие сослуживцы полагали, что Георгий Константинович получит это звание. Но снова случилась беда. За две недели до выпуска Жукова отчислили перед строем за недисциплинарность и нелояльное отношение к непосредственному начальнику. Всем было ясно, что это было дело девяти с половиной пальцев. Помощь пришла откуда не ждали, а именно от сослуживца, вольно определяющегося Скорина, брата заместителя командира эскадрона, где Жуков проходил службу по учебной команде. Скорина плохо учился и не любил военное дело, но был приятным и общительным человеком. Даже четыре с половиной побаивался его. Скорина тут же пошел к начальнику учебной команды и доложил о несправедливом отношении. В итоге Жукова вызвал начальник команды. Далее воспоминания Георгия Константиновича об этом событии, а также оценка учебы и российской царской армии. Начальник команды приказал вызвать меня к нему. Я порядком перетрусил, так как до этого никогда не разговаривал с офицерами. Ну, думаю, пропал. Видимо, дисциплинарного батальона не миновать. Начальника команды мы знали мало. Слыхали, что офицерское звание он получил за храбрость и был награжден почти полным бантом Георгиевских крестов. До войны он служил где-то в Уландском полку, в Ахмистром сверхсрочной службы. Мы его видели иногда только на вечерних поверках. Говорили, что он болеет после тяжелого ранения. К моему удивлению, я увидел человека с мягкими, я бы сказал, даже теплыми глазами и простодушным лицом. «Ну что, солдат, в службе не везет?» – спросил он и указал мне на стул. Я стоял и боялся присесть. «Садись, садись, не бойся. Ты, кажется, москвич?» «Так точно, ваше высокоблагородие», – ответил я, стараясь произнести каждое слово как можно более громко и четко. «Я ведь тоже москвич. Работал до службы в Марьиной роще по специальности краснодеревщик. Да вот застрял на военной службе и теперь, видимо, придется посвятить себя военному делу», – мягко сказал он. Потом помолчал и добавил. «Вот что, солдат, на тебя поступила плохая характеристика. Пишут, что ты за четыре месяца обучения имеешь десяток взысканий и называешь своего взводного командира шкурой и прочими нехорошими словами. Так ли это?» «Да, ваше высокоблагородие», – ответил я. «Но одно могу доложить, что всякий на моем месте вел бы себя так же». И я рассказал ему правдиво все, как было. Он внимательно выслушал и сказал. «Эдей во взвод. Готовься к экзаменам». Я был доволен тем, что так хорошо все закончилось. Однако при выпуске мне не дали первенства, и я был выпущен из учебной команды наравне со всеми в звании вице-унтер-офицера. Оценивая теперь учебную команду старой армии, я должен сказать, что в общем учили в ней хорошо. Особенно это касалось строевой подготовки. Каждый выпускник в совершенстве владел конным делом, оружием и методикой подготовки бойца. Не случайно многие офицеры старой армии после октября стали квалифицированными военачальниками Красной армии. Что касается воспитательной работы, то в основе ее была муштра. Будущим унтер-офицерам не привывали навыков человеческого обращения с солдатами, не учили их вникать в душу солдата. Преследовалась одна цель, чтобы солдат был послушным автоматом. Дисциплинарная практика строилась на жестокости. Телесных наказаний уставом не предусматривалось, но на практике они применялись довольно широко. О русской армии написаны много, и я не считаю нужным повторяться. Коснусь лишь некоторых моментов, на мой взгляд, представляющих интерес. Что было наиболее характерным для старой царской армии? Прежде всего, отсутствие общности и единства между солдатской массой и офицерским составом. В ходе войны, особенно в 1916 и начале 1917 года, когда вследствие больших потерь офицерский корпус укомплектовывался представителями трудовой интеллигенции, грамотными рабочими и крестьянами, а также отличившимися в боях солдатами и унтер-офицерами. Эта разобченность в подразделениях, до батальона или дивизиона включительно, была несколько сглажена. Однако, она полностью сохранилась в соединениях и объединениях. Офицеры и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не знавшие, чем живет и дышит солдат, были чужды этому солдату. Это обстоятельство, а также широко распространенная оперативно-тактическая неграмотность высшего офицерского и генеральского состава привели к тому, что командиры эти, за исключением немногих, не пользовались авторитетом у солдата. В среднем же звене офицерского состава, наоборот, под конец войны было много близких солдату по духу и настроению офицеров. Таких командиров солдаты любили, доверяли им и шли за ними в огонь и воду. Основным фундаментом, на котором держалась старая армия, был унтер-офицерский состав, который обучал, воспитывал и цементировал солдатскую массу. Кандидатов на подготовку унтер-офицеров отбирали тщательно. Отобранные проходили обучение в специальных учебных командах, где, как правило, была образцово поставленная боевая подготовка. Вместе с тем, как я уже говорил, за малейшую провинность тотчас следовало дисциплинарное взыскание, связанное с рукоприкладством и моральными оскорблениями. Таким образом, будущие унтер-офицеры по выходе из учебной команды имели хорошую боевую подготовку и в то же время владели практикой по воздействию на подчиненных в духе требований царского воинского режима. Надо сказать, что офицеры подразделений вполне доверяли унтер-офицерскому составу в обучении и воспитании солдат. Такое доверие, несомненно, способствовало выработке у унтер-офицеров самостоятельности, инициативы, чувства ответственности и волевых качеств. В боевой обстановке унтер-офицеры, особенно кадровые, в большинстве своем являлись хорошими командирами. Моя многолетняя практика показывает, что там, где нет доверия младшим командирам, где над ними существует постоянная опека старших офицеров, там никогда не будет настоящего младшего командного состава, а следовательно, не будет и хороших подразделений. Летом 1916, в первых числах августа, пришел приказ о направлении окончивших учебу по маршевым эскадронам. Группу в 15 человек приказано было отправить прямо на фронт, в 10-ю кавалерийскую дивизию. В списке этих 15 человек Жуков стоял вторым, и нисколько этому не удивился, так как хорошо знал, чьих пальцев это дело. Через несколько часов эшелон с пополнением направился в сторону Харькова. Но перед тем, как рассказать, что было дальше, давайте ненадолго посмотрим на стратегическую ситуацию Российской империи. В 1914 году удалось оперативно провести мобилизацию. Под ружье было поставлено 3 миллиона 388 тысяч военнослужащих и более 570 тысяч ратников ополчения. В мобилизованной русской армии насчитывалось 1830 батальонов, 1243 эскадрона, сотни и 908 артиллерийских батарей, при 6720 орудиях. Между тем, России удалось сосредоточить на своей западной границе, необходимой для наступления силы уже на 18-й день мобилизации. Русское командование начало его сразу по двум направлениям, хотя войска были еще не полностью готовы. Приходилось учитывать призывы о помощи, которые поступали от руководства Франции. 17-4 августа перешли границу Восточной Пруссии войска Северо-Западного фронта. 27 августа 1-я армия генерала Павла Карловича фон Рененкампфа нанесла немцам поражение под Гумбиненом, что породило надежды на скорую победу. Но противник, используя развитую железнодорожную сеть, быстро провел перегруппировку сил и неожиданно нанес удар по 2-й армии генерала Александра Васильевича Самсонова. В конце августа в битве под Таненбергом она была разбита. По одной из версий, именно из-за этого генерал Самсонов и застрелился. В сентябре немцы превосходящими силами атаковали Рененкампфа и оттеснили его за границу. Восточно-прусская операция окончилась для России поражением. Тем не менее, первые успехи русских войск так встревожили германское командование, что оно перебросило на восток часть сил Западного фронта. Это помогло англо-французским войскам остановить германское наступление на Марне. В результате, план молниеносной войны был сорван. Одновременно с боевыми действиями в Пруссии началось наступление войск Юго-Западного фронта. Сдержав наступательный порыв Астро-Венгров, русские нанесли им в ходе Галицийской битвы ряд тяжелых ударов. 3 сентября, 21 августа, российские войска вошли во Львов. Противник понес большие потери и под угрозой окружения оставил всю Восточную Галицию. Сильная австрийская крепость Перемышль оказалась в тылу у русской армии. Началась ее осада. Спасая союзников, германские войска в конце сентября начали наступление на Варшаву. Но в октябре потерпели поражение в ходе кровопролитного Варшавско-Ивангородского сражения. Отбросив врага от Варшавы, русское командование попыталось развернуть в следующем месяце наступление вглубь Германии. Однако не добилось успеха. Серьезно осложнило положение России вступление в войну в конце октября 1914 года Османской империи, после чего возник Новый Кавказский фронт. Попытка турок вторгнуться в Закавказье закончилась их разгромом в декабре 1914 года, начале января 1915 года, в ходе сорокомышской операции. Тогда отличились генералы Бергман Георгий Эдуардович и Николай Николаевич Юденич. Успехи русской армии под Гумбиненом в Галиции и у Варшавы были обусловлены прежде всего тем, что сражались наиболее подготовленные кадровые войска. Однако осенью стали прибывать второочередные дивизии, состоящие из резервистов, а потому уровень боеспособности начал падать, стали распространяться антивоенные настроения. В 1915 году немцы решили, что воевать на два фронта это последнее, что нужно в этой войне. Оценывая ситуацию между Западным и Восточным фронтом, немцы решили атаковать Российскую империю, так как тогда могли помочь австро-венгры и османцы. Несмотря на локальные успехи русской армии, 2 мая 19 апреля немцы нанесли мощный удар в районе Горлице, город в Южной Польше. Прорвали через три дня фронт и стали быстро продвигаться на северо-восток, выходя в глубокий тыл русским армиям. 16-3 июня немцы заняли Перемышль, 22-9 июня Львов. Вскоре была оставлена вся Галиция. Угроза нависла над находившимися в Польше армиями Северо-Западного фронта генерала Михаила Васильевича Алексеева. Чтобы избежать окружения, начался планомерный отвод русских войск из Польши и Прибалтики. 4 августа, 22 июля, была сдана Варшава. 2 сентября, 19 августа, Гродно. Фронт стабилизировался только к началу октября, когда под контроль немцев перешли все привислинские губернии, территории Польши и Литвы, часть Латвии и Белоруссии. Успеху германского наступления способствовало то обстоятельство, что к лету 1915 года достиг максимума кризис военного снабжения русской армии, он же снарядный голод. У артиллеристов был один снаряд на день, а одна винтовка приходилась на 3-4 солдат. В плен к немцам попало около миллиона человек. В ходе отступления погибли полтора миллиона солдат российской армии. Моральное состояние войск упало, а отмечались многочисленные случаи самовольного оставления позиций или добровольной сдачи в плен. В ТО усиливалось состояние тревоги и страха, а несколько миллионов беженцев усугубили напряженность в обществе. Однако армия все-таки избежала полного разгрома. Главная цель немцев – вывести Россию из войны – не была достигнута. Под влиянием летних неудач серьезные перемены произошли в Ставке. Главнокомандующий русской армии великий князь Николай Николаевич, дядя императора, который имел авторитет в армии, 23 августа 1915 года был освобожден от своей должности. Обязанности верховного главнокомандующего Николай II возложил на себя. Начальником штаба был назначен генерал Алексеев. В 1916 году немцы решили уйти в глубокую оборону и перекинуть значительную часть сил для противостояния англичанам и французам. В городе Шанталье проходит военное собрание членов Антанты для выработки стратегий против Германии и Австро-Венгрии. В итоге принята стратегия одновременного наступления со всех сторон, чтобы фронт противника рухнул. Началась подготовка. В Российской империи стал готовиться брусиловский прорыв – новое слово в военной стратегии. Ранее военное дело пользовалось тактикой одного основного удара и нескольких вспомогательных. В таком случае, если противник определял направление основного удара, то у него были шансы устоять в обороне, пока второстепенные были не такими значительными. Брусилов же предложил сделать несколько основных ударов. В таком случае противнику было невозможно определить основное направление и сосредоточить силы в одном месте для обороны, а пришлось бы рассеивать силы по всей линии соприкосновения. Но планы были сорваны. Итальянцы оказались под угрозой полного разгрома силами Австро-Венгрии, и Брусилову пришлось начать наступление раньше времени. 22 мая, по другим данным, 4 июня 1916 года начался Брусиловский прорыв, она же 4-я Галицийская битва. В результате Брусиловского прорыва Юго-Западный фронт нанес поражение Австро-Венгерской армии, отбросив противника на 80-120 километров. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, почти всю Буковину и часть Галиции. К концу лета 1916 года Австро-Венгерская армия потеряла более 750 тысяч человек, в том числе 380 тысяч пленными. Общие потери Австро-Венгрии и Германии к концу наступательной операции русской армии составили более полутора миллиона убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Убитых и умерших от ран 300 тысяч, пленных более 500 тысяч. Русские захватили 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 бомбометов и минометов. В то же время не забудем про коррупцию и обвинения в сторону императрицы Александры Федоровны. В народе жену Николая II и Распутина, приближенного врачевателя царской семьи, обвиняют в шпионаже в пользу немцев. В народе ходят слухи о коррупции, а в высоких кабинетах уже открыто заявляют о распределении госзаказов заинтересованными лицами. Так, Марию Кшесинскую, любовницу князей Романовых, обвиняют в том, что она отдала заказ на поставку снарядов Путиловскому заводу, так как является в нем акционеркой. Распутина же обвиняют в том, что он, заткат, назначает министров через Александру Федоровну. В такой обстановке Георгий Константинович и начал свою службу на фронте. Далее будет описание поездки Жукова и знакомство с войной. Ехали мы очень долго, часами простаивая на разъездах, так как шла переброска на фронт какой-то пехотной дивизии. С фронта везли тяжелораненых и санитарные поезда также стояли, пропуская эшелоны на фронт. От раненых мы многое узнали и в первую очередь то, что наши войска очень плохо вооружены. Высший командный состав пользуется дурной репутацией и среди солдат широко распространено мнение, что в верховном командовании сидят изменники, подкупленные немцами. Кормят солдат плохо. Эти известия с фронта действовали угнетающе и мы молча расходились по вагонам. Нас высадили в районе Каменец-Подольска. Одновременно выгрузили и маршевое пополнение для 10-го гусарского ингерман-ландского полка и около сотни лошадей для нашего 10-го драгунского новгородского полка со всей положенной амуницией. Когда разгрузка подходила к концу, раздался сигнал воздушной тревоги. Все быстро укрылись, кто где мог. Самолет-разведчик противника покружился над нами и ушел на запад, сбросив несколько небольших бомб. Был убит солдат и ранено пять лошадей. Это было наше первое боевое крещение. Из района выгрузки все пополнение походным порядком было направлено на реку Днестр, где в это время наша дивизия стояла в резерве Юго-Западного фронта. Прибыв в часть, мы узнали, что Румыния объявила войну Германии и будет воевать на стороне русских против немцев. Ходили слухи, что наша дивизия должна в скором времени выступить непосредственно на фронт, но на какой именно участок никто не знал. В начале сентября дивизия, совершив походный марш, была сосредоточена в Быстрицком горно-лесистом районе, где она принимала непосредственное участие в боях, главным образом в пешем строю, так как условия местности не позволяли производить конных атак. Все чаще приходили тревожные сведения. Наши войска несли большие потери. Наступление по существу выдохлось, и фронт остановился. Плохо шли дела и на фронте румынских войск, которые вступили в войну славоподготовленными, недостаточно вооруженными и в первых же сражениях с немецкими и австрийскими войсками понесли тяжелые потери. Среди солдат нарастало недовольство, особенно когда приходили письма из дому, сообщавшие о голоде и страшной разрухе. Да и та картина, которую мы наблюдали в селах прифронтовой полосы на Украине, в Буковине и Молдавии, говорила сама за себя. До каких же бедствий дошли крестьяне под гнетом царя, по безрассудству которого вот уже третий год лилась кровь крестьян и рабочих. Солдаты уже понимали, что они становятся калеками и гибнут не за свои интересы, а ради сильных мира сего, за тех, кто их угнетал. В октябре 1916 года мне не повезло. Находясь вместе с товарищами в разведке, на подступах к Сайе Реген в головном дозоре, мы напоролись на мину и подорвались. Двоих тяжело ранило, а меня выбросило из седла взрывной волной. Очнулся я только через сутки в госпитале. Вследствие тяжелой контузии меня эвакуировали в Харьков. Выйдя из госпиталя, долго еще чувствовал недомогание и, самое главное, плохо слышал. Медицинская комиссия направила меня в маршевый эскадрон в село-лагере, где с весны стояли мои друзья по новобранческому эскадрону. Конечно, я был очень рад этому обстоятельству. Попал я из эскадрона в учебную команду молодым солдатам, а вернулся с унтер-офицерскими лычками, фронтовым опытом и двумя георгиевскими крестами на груди, которыми был награжден за захват в плен немецкого офицера и контузию. Беседуя с солдатами, я понял, что они не горят желанием нюхать порох и не хотят войны. У них уже были иные думы о земле и мире. В конце 1916 года среди солдат все упорнее стали ходить слухи о забастовках и стачках рабочих в Петрограде, Москве и других городах. Говорили о большевиках, которые ведут борьбу против царя за мир, за землю и свободу для трудового народа. Теперь уже и сами солдаты стали настойчиво требовать прекращения войны. Правда, это были пока лишь тайные разговоры. Несмотря на то, что я был унтер-офицером, солдаты относились ко мне с доверием и часто заводили серьезные разговоры. Конечно, тогда я мало разбирался в политических вопросах, но считал, что война выгодна лишь богатым и ведется в интересах правящих классов, а мир, землю, волю русскому народу могут дать только большевики и никто больше. Это в меру своих возможностей я и внушал своим солдатам, за что и был вознагражден ими. Вот как это случилось. Нет зрелища более тяжкого, чем вид уничтоженных плодов труда, в который он вложил свои силы, талант, свою любовь к родному краю. Нет запаха более горького, чем гарь пепелищ. Рано утром 27 февраля 1917 года эскадрон, располагавшийся в селе лагеря, был поднят по тревоге. Выстроились недалеко от квартиры командира эскадрона, ротмистра, барона фон Дергольца. Никто, конечно, ничего не знал. Нашим взводным командиром был поручик Киевский. «Ваше благородие, куда нас собрали по тревоге?» спросил я его. На мой вопрос он ответил вопросом. «А вы как думаете? Я сказал, что солдаты должны знать, куда их ведут, тем более, что нам выдали боевые патроны. Ну что же, патроны могут пригодиться». Разговор был прекращен появлением ротмистра, барона фон Дергольца. Это был боевой ротмистр. Он имел золотое оружие, солдатский Георгиевский крест и много других боевых орденов. Но человек был отвратительный, всегда злобно разговаривал с солдатами, которые его не любили и боялись. После команды смирно ротмистр поздоровался с эскадроном. Вытянув колонну потри, барон фон Дергольц подал команду рысью. Эскадрон шел по дороге на город Балаклею, где стоял штаб пятого запасного кавалерийского полка. Подходя к плацу полка, мы увидели, что там уже в развернутом строю стоят киевские драгуны и ингерманоландские гусары. Наш эскадрон также построился развернутым строем. Подходили на рысях другие части. Никто не знал, в чем дело. Вскоре все стало ясно. Откуда-то из-за угла показались демонстранты с красными знаменами. Наш командир эскадрона, при шпоре в коня, карьером поскакал к штабу полка. Другие командиры эскадрона последовали за ним. А из штаба в это время вышла группа военных и рабочих. Высокий солдат громким голосом обратился к собравшимся. Он сказал, что рабочий класс, солдаты и крестьяне России не признают больше царя Николая II, не признают капиталистов и помещиков. Русский народ не желает продолжения кровавой империалистической войны. Ему нужны мир, земля и воля. Солдат закончил свою короткую речь лозунгами «Долой царизм! Долой войну! Да здравствует мир между народами! Да здравствуют советы рабочих и солдатских депутатов! Ура!» Солдатам никто не подавал команды. Они нутром своим поняли, что им надо делать. Со всех сторон неслись крики «Ура!». Солдаты смешались с демонстрантами. Через некоторое время стало известно, что наш родмистер и ряд других офицеров арестованы солдатским комитетом, который вышел из подполья и начал свою легальную деятельность с ареста тех, кто мог помешать революционным делам. Войскам было тут же приказано вернуться на места и ждать распоряжения солдатского комитета. Во главе полкового комитета был большевик Яковлев, к сожалению, не помню его имени и отчества. На другое утро от него прибыл какой-то офицер. Он приказал эскадрону собраться, чтобы выбрать делегата в полковой совет и одновременно избрать эскадронный солдатский комитет. Председателем солдатского комитета единогласно выбрали меня. В качестве делегата в полковой совет были избраны поручик Киевский, я и еще один солдат первого взвода, фамилия которого я, к сожалению, забыл. Помню только, что родом он был, как и я, из Калужской губернии, из Масальска и звали его Петр. В начале марта в Балаклее состоялось общее собрание полкового совета солдатских депутатов. Яковлев очень хорошо говорил о задачах совета, о необходимости укрепления единства солдат, рабочих и крестьян в борьбе за продолжение революции. Мы от души приветствовали его выступление. Затем выступил какой-то прапорщик. Говорил он вначале красиво и как будто за революцию, но под конец стал ратовать за временное правительство, за то, чтобы мобилизовать армию на отпор врагу. Его слова солдаты встретили возгласами негодования. И когда был поставлен на голосование состав полкового совета, то голосовали только за тех, кто придерживался платформы большевиков. И так наш полковой совет стал большевистским. Позже с отъездом главы полкового комитета Яковлева в комитете стали работать СР и меньшевики, активно поддерживающие временное правительство. В начале осени 1917-го некоторые подразделения перешли на сторону Симона Васильевича Петлюры, будущего председателя директории Украинской Народной Республики в 1919-20-х годах и главного атамана войск и флота УНР. Эскадронный комитет распустил эскадрон и отправил бойцов по домам. Посоветовали оставить у себя оружие и патроны, так как заградительные отряды в районе Харькова изымали оружие у большинства солдат. Жуков несколько недель укрывался в Балаклее и селе лагеря, так как его разыскивали офицеры, перешедшие на сторону украинских националистов. 30 ноября 1917 года Жуков вернулся в Москву, где в октябре власть основательно перешла в руки большевиков. Декабрь 1917 и январь 1918 Георгий Константинович был в деревне у родителей. Жуков решил вступить в РКК, но смог он это сделать лишь через полгода, так как сначала заболел сыпным, а затем и возвратными тифами. В августе 1918 года Георгий Константинович стал добровольцем в 4-м кавалерийском полку 1-й московской кавалерийской дивизии. Вот как вспоминает зарождение РКК Жуков. В ту пору Коммунистическая партия и Советское государство приступали к решению важных и трудных задач – демобилизации старой армии и созданию новой армии, армии рабочих и крестьян. Одновременно шел широкий процесс демократизации в армии. Власть в войсках передавалась солдатским комитетам и советам, все военнослужащие уравнивались в правах. Командный состав, до полкового звена включительно, выбирался на общих собраниях. В результате выдвинулось много способных армейских организаторов из солдат и матросов, а также офицеров, признавших советскую власть. Порядок приема добровольцев в Красную армию был следующим. Каждый доброволец должен был представить рекомендации войсковых комитетов, партийных и других общественных организаций, поддерживавших советскую власть. Если вступали целыми группами, то требовалась коллективная порука. Воины РКК находились на полном государственном обеспечении и сверх того, вначале получали по 50 рублей в месяц, а затем, в середине 1918 года, 150 рублей. Одинокие красноармейцы – 250 рублей. Семейные. Весной 1918 года в Красной армии уже насчитывалось около 200 тысяч бойцов, но затем приток добровольцев начал уменьшаться. Конечно, комплектование армии на добровольной основе имело свои недостатки. Отсутствовали боевые резервы, не было системы подготовки пополнений, личный состав не мог обеспечить проведение крупных военных операций, был слабо обучен. В виде этого ВЦИК специальным декретом ввел в стране всеобщее военное обучение трудящихся – Всевобуч. Каждый трудящийся в возрасте от 18 до 40 лет, без отрыва от основной работы, должен был за 96 часов пройти курс военного обучения, стать на учет как военно обязанной и по первому призыву советского правительства вступить в ряды Красной армии. Центральный комитет РКП обязал членов партии немедленно приступить к обучению военному делу. Выборность командиров отменялась. Вводилась система назначения командного состава, который стал утверждаться органами военного ведомства, из числа лиц, имевших военную подготовку или хорошо проявивших себя в боях. Пятый Всероссийский съезд советов принял постановление о строительстве Красной армии, в котором одобрил мероприятия партии и правительство по созданию регулярной армии. При этом была подчеркнута необходимость централизованного управления армией и значения революционной железной дисциплины в войсках. Съезд советов потребовал строить Красную армию на основе военной науки, используя опыт старых военных специалистов и одновременно широко подготавливая командные кадры из рабочих крестьян. В результате, ко времени моего вступления в Красную армию, в ней уже было более полумиллиона человек. В тот трудный год партия многими решениями по военному вопросу и огромной практической работой заложила основы советских вооруженных сил. Сплотила пролетарское, политически сознательное ядро Красной армии и военно-морского флота, на которое она опиралась в дальнейшем военном строительстве. Далее, Георгий Константинович начинает новую главу о гражданской войне. И здесь мы, пожалуй, и остановимся. Чтобы вы понимали, уважаемые зрители, из 743 страниц мы остановились только на 37-й. Признаться честно, не ожидал, что все так обернется. Я считал, что мы управимся за час или полтора, но ознакомившись поближе с историей маршала Жукова, мне захотелось поподробнее о нем рассказать для того, чтобы люди понимали, почему он вступил в РКК. Чтобы понимали, что этот человек не просто в какой-то момент стал маршалом победы, а с ранних лет трудился и проходил службу от простого бойца до вице-унтер-офицера и так далее. Поэтому, если просто сказать родился, жил, воевал, то это нам особо ничего не расскажет о самом человеке и его мотивах. Самое интересное начинается тогда, когда мы начинаем вдаваться в подробности личной жизни, узнаем аспекты, при которых вырос тот или иной творец истории, понимаем обстановку вокруг него и так далее. Я надеюсь, что мне удалось интересно рассказать о юности Георгия Константиновича, и вы узнали для себя что-то новое. Но сейчас мы промотаем вперед и спросим, правда ли, что Жуков в Великой Отечественной говорил, солдат не жалеть, бабы еще нарожают. Процитирую статью на ресурсе «Проверена медиа». Вот что рассказывал сценарист культового в свое время сериала «Штрафбат» Эдуард Володарский в своем интервью 2004 года московскому комсомольцу. Генерал Эйзенхауэр в своих воспоминаниях пишет, как он увидел под подздавом огромное поле, устланное трупами русских солдат. Выполняя приказ Жукова, они штурмовали город в лоб, под кинжальным огнем немцев. Вид этого поля поразил Эйзенхауэра, ему стало не по себе, и он спросил Жукова, недословно, но за смысл я ручаюсь. «На черта вам сдался этот подздам? Зачем вы за него столько людей положили?» В ответ Жуков улыбнулся и сказал «Эти слова, воспроизведенные Эйзенхауэром, я запомнил точно». Ничего, русские бабы еще нарожают. Во многих источниках об этом эпизоде акцент делается не на встречном огне, а на минных полях, которые якобы приходилось преодолевать штрафникам по приказу Жукова. На портале «Свободная пресса» фраза приписывается другому маршалу, Ворошилову, со ссылкой на директора Государственного архива РФ Сергея Мироненко. Сам же Мироненко в интервью «Комсомольской правде» в 2001 году назвал фразу «Надо технику спасать, а солдат бабы новых нарожают» знаменитыми словами советского полководца, не уточнив, какого именно. Еще одним вероятным автором цитаты является генерал-фельдмаршал Борис Шереметьев, который в совместной книге Александра Бушкова и Андрея Буровского «Россия, которой не было два» успокаивает Петра Первого после неудачного штурма Нарвы в 1703 году. «Не плачь, государь, что ты, бабы новых нарожают» Для начала рассмотрим ту версию происхождения фразы, которую приводит Эдуард Володарский. В своем интервью он говорит о штурме Потсдама, однако здесь сразу возникает серьезное противоречие. Дело в том, что на самом деле Георгий Жуков познакомился со своим американским коллегой Эйзенхауэром уже после победы над Германией в начале июня 1945 года в берлинском районе Венденшлосс. Вот что пишет об этом сам Жуков. «Встретились мы по-солдатски, можно сказать, дружески. Дуайт Эйзенхауэр, взяв меня за руки, долго разглядывал, а затем сказал, «Так вот вы какой». Что касается вышеупомянутых воспоминаний Дуайта Эйзенхауэра, то их рассматривал известный журналист и знаток Анатолий Вассерман. В своей статье «Бабы еще нарожают. Откуда и зачем взялась эта русофобская фальшивка». Как и следовало ожидать, в мемуарах Эйзенхауэра тоже нет ничего похожего. Нет там и эпизода, где Жуков якобы рассказывал Эйзенхауэру, как гнал своих солдат разминировать минные поля своими ногами. На самом деле автор вспоминает, как обсуждал с Жуковым некоторые бои, в которых им приходилось участвовать. И как они оба пришли к выводу, что не только военная теория, но и их собственный боевой опыт доказывают. В том случае, если войска вышли на границу минного поля и с противоположной стороны этого поля противник ведет обстрел, то немедленная атака через неразминированное поле влечет меньшие потери личного состава, чем попытка остановиться и дождаться подхода саперов. И оба порадовались тому, что такие тяжелые решения им приходилось принимать крайне редко. И действительно, если заглянуть в главу под названием «Россия» перевода Эйзенхауэровских воспоминаний, то ничего подозрительного мы там не увидим. Точнее, подозрительным будет отсутствие даже того человеколюбивого обсуждения, о котором пишет Вассерман, не говоря уже о циничной фразе Жукова. Однако, если обратиться к оригиналу, то окажется, что глава «Россия» гораздо объемнее, чем ее русский перевод. В частности, она содержит следующие фрагменты. Большим откровением оказалось для меня его описание русского метода «наступление через минные поля». Маршал Жуков буднично заметил мне. Существует два вида мин – противопехотные и против машин и танков. Когда мы упираемся в минное поле, наша пехота продолжает наступление так, словно бы его там не было. Мы рассматриваем потери, понесенные от противопехотных мин, как равные тем, которые мы бы понесли, если б немцы решили защищать данный участок плотным сосредоточением сил вместо минных полей. Наступающая пехота не детонирует противомашинных и противотанковых мин, поэтому после того, как она проходит минное поле и укрепляется на противоположной стороне, за ними идут саперы и ранят проходы, по которым могут пройти машины. Мне представилась отчетливая картина того, что произошло бы с любым американским или британским командующим, который попытался бы прибегнуть к подобной тактике. Еще более яркая картина того, что заявили бы люди в любой из наших дивизий, если бы мы попытались сделать подобную практику частью нашей тактической доктрины. Таким образом, хотя версия Володарского и не подтверждается, однако Эйзенхауэр, вопреки утверждению Вассермана, в своих воспоминаниях действительно был шокирован советской тактикой прохождения минных полей. По крайней мере, утверждал такое. Другая ошибка, допущенная Анатолием Александровичем, касается первоисточника цитаты. Вассерман пишет, что им стал фильм 1937 года «Петр I» и далее приводит вышеупомянутый разговор Петра и Бориса Шереметьева. Однако, если открыть соответствующий эпизод, окажется, что полководец говорит государю иную фразу «Бог милостив, Петр Алексеевич, народу хватит». «Ну что ж, перед маршалом, в обиде перейдем отсаду. Толку нет? Опять контузия». «Ничего опять, Алексеевич». «Бог милостив». «Нарова хватит». Поэтому, неудивительно, что статья Вассермана на сегодняшний день удалена с сайта российского военно-исторического общества, хотя и успела пустить корни на многих других ресурсах. Что касается источника, где цитата была впервые приписана Жукову, то в постсоветское время можно выделить две ключевые публикации. В 2001 году в огоньке был опубликован фантастический рассказ Михаила Веллера «Трибунал», где маршал произносит эти слова в присутствии Годького, Буденова и нескольких декабристов. Последних маршал распекает за проваленную операцию по свержению царя. Рассказ Веллера можно считать наиболее массовым источником заблуждения. А еще раньше, 30 ноября 1996 года, в газете «Коммерсант» вышла статья Максима Соколова «Бей барабан и военная флейта, громко свести на манер снегиря, посвященная маршалу победы». Там есть такой фрагмент. Наполеон исходил из того, что пушечное мясо, чей раканон, не стоит ничего. Или почти ничего. Жуков в этом смысле был не менее гениален, чем Наполеон, ибо проблема сбережения своих солдат была отброшена им в принципе. Война все спишет, а равно бабы новых нарожают. Статья Соколова – это вполне возможно наиболее ранний источник привязки цитаты к Жукову. Однако выдумал ли Соколов фразу сам? Однозначно нет. Даже поверхностный поиск убеждает в том, что похожие высказывания существовали и раньше, как в художественной литературе, так и в документальной. Не будем задерживаться на всем многообразии похожих цитат в литературе середины 20 века, а сразу перенесемся во времена Российской империи. Вот что писал в своем дневнике русский генерал Андрей Снесарев 4 декабря 1916 года, характеризуя положение на фронте. Ведь при таких потерях мы погубим все мужское население, а наш гениальный стратег русская баба не сможет народить новых людей для заполнения пустующих рядов. В воспоминаниях митрополита Евлогия о зиме 1904-1905 годов, время русско-японской войны, читаем. «Но больного не переубедить. Детей сколько угодно бабы нарожают, а винтовка одна», – мрачно возражал он. Алексей Суворин в своих письмах 1889-1903 годов писал «Пусть хлебный кризис не выгоден помещикам, но народ, несомненно, более сыт, и бабы нарожают более здоровых ребят». И, наконец, самый похожий по контексту эпизод относится все к той же русско-японской войне и воспоминаний одного корреспондента о словах контр-адмирала Павла Ухтомского. Адмирал ответил, что такая потеря ничего не значит. Дивизия – это 16 тысяч человек, а как статистика показывает, русские женщины рождают это количество детей в течение двух недель. Следовательно, урон этот восполнится скоро. Ну а возводят все похожие фразы к цитате принца Конде из работы Фридриха Шиллера «Тридцатилетняя война». «Одна ночь в Париже дает жизнь большему количеству людей, чем убито в этом бою». Возможно, и этот труд не был первым в своем роде, однако маршал Георгий Жуков ничего подобного не произносил, а если и произносил, то никто этого не задокументировал. Конец статьи. Дальше Георгий Константинович вступит в гражданскую войну, будет командовать полком, бригадой и станет в инспекции кавалерии РКК. Впереди должна была быть война на Хаухенголе и первые уроки современной войны. Но это мы разберем уже в следующем выпуске. Как вам ролик? Пишите свое мнение в комментариях и предлагайте темы для следующих видео. Также поздравляю всех уважаемых зрителей с наступившим 2024 годом. Желаю вам здоровья, счастья и мирного неба над головой. Ну а на этом у меня на сегодня все. Как обычно, хочу пожелать вам только одного – мир вам всем и пусть войны остаются чернилами на бумаге.